Реальная миграция Спасибо, что вы к нам приехали Готов ответить на ваши вопросы Спрашивать Итак, Анатолий Самый, наверное, очень волнующий вопрос За последние две недели Это же, конечно, лотерея Green Card И самый главный вопрос, который люди задают Если человек не выигрывает Green Card То что ему делать дальше, если он хочет все-таки иммигрировать в Америку? Ну, во-первых, расстраиваться не нужно Вероятность выиграть Green Card в лотерею маленькая Надо играть, но рассчитывать на это никто не может Человек, который решил попасть в Америку Решил иммигрировать, должен этим серьезно заниматься Рассчитывать на случай не следует Надо приготовиться Надо думать о вашей истории Надо думать о документах Надо думать о том, как показать, что Вас преследовали Что вам невозможно вернуться И будут преследовать Так что ответ на этот вопрос Не расстраивайтесь Начинайте серьезно думать О подготовке ваших документов Итак, человек, как правило, приезжает в США по туристической визе Зачастую самый популярный вариант для переезда в США Но случилось такое, что человеку отказали в получении туристической визы Что ему делать? Это случается, к сожалению, часто Американские посольства Они специально занимаются отсеиванием людей Они пытаются определить, кто останется И кто вернется обратно в свою страну Желательно избежать первого отказа Желательно приготовить документы С самого начала По крайней мере, два документа мы рекомендуем приготовить Первое, это документы от кого-нибудь, кто вас приглашает И это может быть знакомый дома Это может быть какой-то товарищ Это кто-то Кто постоянный житель Америки Или гражданин, который вас хочет пригласить И второе, это письмо от вас О том, что вы не собираетесь Оставаться в Соединенных Штатах Письмо о том, что у вас здесь семья Дети, ваши квартиры, сбережения, дачи Все, что только можно Что мы не знаем английского языка Нам нет интереса, у нас есть пенсия У нас есть хорошая зарплата, должность Все, что угодно Но это очень важно от вас Письмо о том, что вы не останетесь Смысла нет, и вы не будете это делать Вот эти два документа помогают Улучшить ваши шансы Когда вы обратились в посольство На получение туристической визы И возвращаясь к политическому убежищу Каков риск иметь шаблонную историю? Риск огромный Через руки проверяющих Через руки офисов, которые читают эти истории И разбираются в них И смотрят на документы Проходят тысячи и тысячи этих историй И поэтому рассчитывать на то Что какая-то такая шаблонная Под копирку сделанная история И каким-то образом вы проскочите Это не получится Кроме того, что у них еще есть Всякая софтварь, которая отличает Одну историю от другой Но кроме этого Просто через их руки проходят тысячи дел История должна быть вашей Она должна быть о вас Вы должны иметь возможность Ее убедительно рассказать И подтвердить Лучшие результаты Мы получаем В случае, когда люди Хорошо знают материал Которые могут рассказать о событиях Могут рассказать в деталях О документах Могут рассказать о том, что происходило Вот эти детали По которым становится ясно и понятно Что человек рассказывает правду Рисует картинку детальную А не то, что человек пытается Пытается изложить то, что он Прочитал и выучил наизусть Это должна быть ваша история У нас довольно часто приходят люди И показывают историю И спрашивают, какое у нас мнение И у меня часто бывает один вопрос Простите, а вы ее уже подали В асайлум офис Или вы еще ее не подали Потому что если подали, я уже спасти не могу Я такую историю видел в вашей стране Так что рассчитывайте лучше на себя И легких решений не получится И один из наиболее таких тоже популярных вопросов Можно ли выезжать после подачи На политическое убежище из США И существуют ли какие-либо уважительные причины Для возвращения в свою страну С которой бежал человек Я понял Ответ да и нет Выезжать из США можно Надо давать какие-то объяснения Просто так ездить не рекомендуется Но выезжать можно И ничего в этом страшного нет И мы получаем заранее Advance parole Это специальный документ Который вам In advance Заранее дает возможность вернуться в США Так что с точки зрения выезда из страны Это ответ да С точки зрения возвращения в свою страну Ответ нет Мы говорим Теория убежища Заключается в том Что мы доказываем Что мы не можем вернуться Если мы вернутся То с нами произойдут Очень плохие события Мы попадем в тюрьму Нас убьют Нас искалечат Нас будут самым серьезным образом преследовать Вне зависимости от того Из-за чего вы приехали Так что возвращение в страну Это невозможно На самом деле Есть решение Конгресса О том что Автоматически Лишать людей статуса Если они вернулись в свою страну Автоматически Так что надо быть очень осторожным И я очень не рекомендую это делать А просто выезжать можно Это уже с паспортом получается Они даже могут забрать паспорт у человека Если он в дальнейшем станет каждый день Даже с паспортом С паспортом Практика Когда у вас уже есть американский паспорт Вы идете как все остальные американцы Вы уже в очереди Проходите эти будки По граничным Как все американцы И это секундное дело Они посмотрели на вас паспорт И сказали Волком хаум Но если они начнут смотреть Каким образом вы получили этот паспорт И откуда вы приехали Сегодня такой практики нет Но если завтра она начнется Это будет очень опасно И еще один вопрос Нашей подписчице У нее сложилась такая ситуация Что она находится на территории США И она планирует подавать на политическое убежище Но со своим молодым человеком она не расписана И у нее соответственно возникает вопрос Как ей лучше поступить на данный момент Как я понимаю Вы хотите спросить Что им имеет смысл делать Делать одну аппликацию или две Дело в том Что если люди не расписаны Значит они чужие Это соседи Или два человека Которые не знают друг друга Поэтому если вы хотите подавать на убежище То вам придется делать две аппликации С двумя историями С двумя доказательствами Они могут быть каким-то образом связаны Но вам придется делать две И потенциальное интервью будет отделено Если же люди расписались То есть они уже родственники А среди родственников Можно выбрать того У кого более сильная аппликация Он называется primary, главный И тот человек, который идет в связке Он называется derivative Поэтому тогда можно сфокусироваться На одной, на главной истории И люди пойдут на интервью вместе Это идут родственники И все доказательства Нам не надо делать двух экземпляров Все это будет сделано за один раз Так что Если это близкие люди Если это серьезные отношения И если у нас есть одна хорошая история То я рекомендую это людям расписаться И делать одну аппликацию Спасибо за просмотр, дорогие друзья С вами был канал Реальная Миграция И я надеюсь, вопросы будут поступать И мы будем рады на них ответить Спасибо вам, Руслан Спасибо вашим слушателям Будем рады ответить на ваши вопросы Приезжайте Задавайте вопросы Все ссылки в описании под видео Вы всегда можете мне написать Позвонить И также подписывайтесь на наши группы Вконтакте и в Фейсбуке И не забывайте про трансляции в Перископе Все, до свидания Все у вас будет отлично Пока Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за просмотр! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok